МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стараюсь не выходить из дома, читаю книги. С саморазвитием, книжки и тому подобное. Не погулять, конечно. Не стоит, я думаю. Ну, хотя бы ради солидарности просто, с элементарными правилами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, мы, честно говоря, уже все. Гуляем. Нам надоело. Все это как-то так надуто. И, не знаю, не верю я в это все уже, если честно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вы же едете на работу, метро. Даже в собственной машине едете. Но вы же где-то как-то все равно будете общаться. Вы это дома сидеть всем. Вся страна сидит дома, и эпидемия закончится. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо грузить разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Сегодня я обратился в Минпромторг с просьбой разъяснить попадание Фанбета и прочей компанией в системообразующий список. Интернет уже неделю обсуждает, как бы вековская контора Фанбет смогла попасть в правительственный перечень системообразующих предприятий, которым в кризисной ситуации будет положена господдержка и нашего с вами бюджета. В списке оказались такие зарубежные гиганты, как ИК, Леруа, Мерлен, Адидас, Макдональдс, ну и, конечно, наш ЦУМ вместе с сомнительной аптекой с завышенными ценами. Я принял решение обратиться к Денису Валентиновичу Мантурову и попросил предоставить информацию, по каким критериям те или иные юридические лица попадают в перечень системы образующих предприятий. Денису Валентиновичу Мантурову Поскольку у нас пруд является объектом культурного наследия, это территория памятника, а павильон входит в предмет охраны патриаршего пруда, то есть его внешний облик, его габариты, его расстекловка окон, положение дверей, медальона и все остальное, это у нас входит в предмет охраны. Я здесь начал политическую деятельность, люди стоят и разговаривают о чем-то, на все темы, со всей страны приезжали сюда, такое уютное место. Нужно все время вести правильный настоящий диалог между властью и жителями города, в начиночный момент этого диалога нету, есть желание собственника здания построить здесь ресторан, жители местные, собственно, не против ресторана как такового в этом здании, но против изменения облика здания. Ну так давайте мы сядем за большой стол переговоров, когда это, собственно говоря, уже будет возможно после всей этой коронавируса и пандемии. Сядем и договоримся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корреспондент. Все это было сделано для того, чтобы создать на моем портале репортаж, который был посвящен фактам мошенничества во время пандемии, а именно в реализации разного рода пропусков и удостоверений. Никакого отношения к деятельности ЛДПР ТВ я не имею, а также партия Абсолют. И все это использовал сугубо для создания моего личного репортажа. Я приношу свои извинения за мой поступок. Я не мог себе представить, что моя попытка написать статью приведет к таким ужасным последствиям. Простите меня, пожалуйста. Пасха впереди. Католики пустые храмы. У нас все-таки, я не уверен, что будут пустые. Особенно в Белоруссии. Ну разве можно так? Ну останьтесь дома, все останьтесь дома. Атеисты, верующие, русские, нерусские, богатые, бедные. Болезнь всех косит. Дома молитва кулич со свечками, если все, как полагается. Утратительно. Нет, ну мы, естественно, будем отмечать удаленно, как обычно. Просто не будем светить куличи, видимо, так. Я как врач другим людям тоже не советовал бы. Это просто не очень безопасно. Даже с маской. Дома молитвы Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней, изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Правильное решение перенести все юбилейные мероприятия попозже, когда все закончится, все выздоровеют и будет теплее, может быть, это может быть и в июне, в июле. Найдут ту дату, в которой врачи скажут все. В стране эпидемии никакой нет. Скорее всего, мы перенесем ожидаемое многими традиционное открытие мотосезона. Меры, которые предпринимает президент, мы не можем игнорировать. Будем сейчас думать, когда и на какое число мы перенесем открытие мотосезона. Оно обязательно состоится. Сейчас нас в первую очередь даже волнует не открытие мотосезона. Нас волнует в первую очередь пасхальное воскресенье, которое мы хотим отметить в храмах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!